Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Буталибова и коротко о главных событиях на сегодня. Дым с толбом. В Махачкале из-за будки шоурмой загорелась трехэтажка. Достижения, планы и секреты успеха. В спортшколе «Олимп» прошла встреча воспитанников с профессиональным футболистом Шапи Сулеймановым. 30 лет на страже безопасности. Столично ОМОН Горец отмечает свой юбилей. Сегодня в Махачкале на улице Ирчи Казака загорелась будка по продаже шоурмы. Пожар перешел и на частное трехэтажное здание. На место происшествия МЧС направило 12 единиц техники. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Отметим, что жертв и пострадавших нет. В Дагестане задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве. По версии следствия, 1 июня по улице Амирханова города Махачкалы между 27-летним и 22-летним местными жителями произошла драка. В ходе потасовки последний нанес множество ножевых ран потерпевшему и скрылся с места происшествия. От причиненных ранений мужчина скончался в больнице. Розыск дал результаты. Сотрудники полиции установили местонахождение и личность подозреваемого. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств его вины. Дагестанская делегация под руководством Сергея Меликова принимает участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В рамках форума представители республики проведут ряд деловых встреч и переговоров, по итогам которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве. Отметим, что Сергей Меликов уже встретился с генеральным директором компании, российский экологический оператор Денисом Буцаевым. По инициативе правительства принято решение реализовать в Дагестане пилотный проект по переработке мусора. Напомним, что в начале года ситуация в сфере вывоза отходов была критической, так как региональные операторы прекратили свою деятельность. Еще одну встречу глава региона провел с руководством «Газпром» газомоторное топливо. Стороны договорились взаимодействовать в развитии рынка автозаправок в регионе. Сегодня махачкалинский ОМОН «Горец» отмечает свой 30-летний юбилей. На территории базы отряда прошли торжественные мероприятия. Поздравить подразделение пришли представители региональных ведомств и министерств. На праздники силы и нашей безопасности побывал Карим Даниев. Майор Горгатцев несет службу в ОМОН уже 15 лет. Сегодня он вместе со всеми отмечает свой профессиональный праздник – юбилей со дня образования ОМОНа в Махачкале. В этот день он с улыбкой вспоминает трудности, через которые прошел за годы службы. Ну, разное бывает. Бывают у нас и выезды в командировки, длительные командировки, бывают периоды сложные, которые надо принимать какие-то определенные решения. Бывают иногда и приятные, как сегодня, моменты по работе. Бывает и то, и другое. С 1991 года состав подразделения «Горец» принимает участие в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан. За это время наши ОМОНовцы участвовали почти в 400 контртеррористических операциях и получили 253 награды за мужество и героизм, среди которых есть и Орден Героя России. Конечно, все эти победы доставались ценой жизни наших ребят и офицеров. И я надеюсь, что более таких боевых потерь больше не должно быть в этом славном подразделении. Поздравить подразделение пришли не только коллеги военные. Присутствующие почтили память павших солдат и возложили цветы к мемориалу. Отличившихся офицеров наградили памятными подарками и грамотами. Я, конечно, всем им желаю счастья, благополучия. Количество их выездов равнялось качеству и пребыванию 100% личного состава. Тебя как зовут? Абдул. Абдул, чем нравится оружие? Она перезаряжает. Да. Когда вырастешь, кем станешь? ОМОНов. ОМОНов. Почему? Почему ты хочешь стать ОМОНовцем? Потому что круто. Круто? А еще? Что ОМОН делает? ОМОН. Только стреляет, да? Нет, защищает. Защищает, да? Все правильно, молодец. Майор Горгатцев сегодня был награжден руководством за содействие МВД и Росгвардии. В работе им движет патриотизм и любовь к родине. Такие же качества он старается прививать и детям. Мои дети вот сегодня на поле тоже здесь. Они все смотрят. Они говорят, вот теперь мы знаем, где туда устроится на работе. Вот их не ослабляет. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале приостановили незаконное строительство по улице Железнодорожной. По словам сотрудников администрации, у собственника есть согласованный с РЖД проект. Однако нет разрешения от мэрии Махачкалы. В связи с этим работы приостановлены. Материалы направлены в прокуратуру города для изучения и реагирования. Данный объект расположен в полосе отвода железной дороги. Также представлен проект, согласованный с РЖД. Однако разрешительных документов администрация города Махачкалы на указанный объект не выдавала. В связи с чем строительные работы на указанном объекте были приостановлены. Также нами направлено обращение в прокуратуру города Махачкалы. Правительство Дагестана поможет жителям домов, пострадавших из-за обильных осадков в Хунзахском районе. В связи с чрезвычайной ситуацией, премьер-министр Абдулпатах Амирханов совершил внеплановый выезд в муниципалитет. Там 25 мая в результате ливневых дождей в пяти селах пострадали от воды более 100 домов, 4 социальных объекта. К тому же местами были подмыты внутрисельские дороги и нарушено энергоснабжение. Много есть домов, которые не подлежат дальнейшему проживанию. Есть хозяйственные объекты, сельхозугодие, которые на самом деле смыло. Есть дороги, которые на самом деле надо построить новое жилье. И где-то к началу осени, наверное, люди должны зайти в новое какое-то свое жилье. Малоимущим семьям Лагского района вручили договора на получение материальной помощи от Сулеймана Керимова. Муниципалитет вместе с командами Цената посетили именитые дагестанские спортсмены. Делегация во главе с помощником госсекретаря республики Даниалом Бугановым побывала в образовательных учреждениях. Для школьников были приобретены подарочные наборы. Здесь же, в селе Кумух, детско-юношеской спортшколе подарили инвентарь для тренировок. А для юных жителей Лагского района была проведена праздничная концертная программа. Также делегация посетила малоимущую семью с недееспособным ребенком, которому будет оказана материальная помощь. Спортсмены проявили инициативу от себя подарить ортопедические матрасы и кровать для ребенка с ограниченными возможностями. Побеждает тот, кто верит в себя. Форвард-клуба «Краснодар» Магомишапи Сулейманов пообщался с юными воспитанниками Махачкалинской спортшколы «Олимп». Известный дагестанский футболист рассказал о своем профессиональном пути, дал наставление и открыл некоторые секреты. О чем говорили, узнаем в материале Курбана Рагимова. Этого гостя юные футболисты ждали с особым трепетом. Магомишапи Сулейманов застенчиво пожимает руку каждому участнику тренировки. Форвард Краснодара и молодежная сборная России отвечал на вопросы о спортивном пути и трудностях становления. У нас, кстати, таких полей не было, ничего у нас не было, только щебелка какая-то. Так что у вас, пацаны, есть все условия, чтобы расти и быть великими футболистами и прославлять нашу родину, Агистан, потому что нас здесь футбол любят. Я надеюсь, здесь большинство из вас будет играть в премьер-лиге, иншалла. Скромный в жизни на поле нападающий просто неудержим. Уже пятый сезон. 21-летний Сулейманов радует болельщиков своей яркой игрой в премьер-лиге. Он изящно исполняет стандарты. Голы-красавцы не раз признавались лучшими. Шапи часто сравнивают с Лео Месси. И этот вечер не стал исключением. Повторить успех в Шапи мечтает каждый из этих детей. Абдурашиду Сифиханову 9 лет. Центральный полузащитник – один из лидеров своей команды. На будущее у юного футболиста большие планы. Намерен попасть в английскую премьер-лигу. Поэтому совет от именитого гостя берет на вооружение. Я пытаюсь взять от него финты, как он делает переступы через мяч, как он обводит соперников. Не собираюсь останавливаться сейчас на достигнутом. И пытаюсь тренироваться каждый день, упорно тренироваться. И вот так достичь успеха. Верить в себя и идти до конца. Приезд Магомед Шапи Сулейманова призван поднять футболистам эмоциональный настрой. Сейчас команда «Алим» готовится к очередным соревнованиям. В сентябре пройдет региональный этап турнира «Кожаный мяч». Жалко одно, что у нас таких профессиональных футболистов очень мало в республике. И вот это, знаешь, это редкий случай, что нам удалось его вытянуть на тренировку. Это будет им стимул для дальнейшего развития. Видишь, они, кто-то вопрос задал, как он попал в Краснодар. У них у всех, в принципе, задача такая. Кто-то Краснодар хочет, кто-то Спартак. В топ-клубы все дети хотят. Это их трамплин. Если они туда попадут, дальше развиваться легче будет. Главное – вера вся и упорство. Больше ничего не вижу. Если человек тренируется и верит в себя, я думаю, он может очень многого добиться. И не важно, где ты тренируешься. Я же говорю, у нас даже полей не было. Так что для них есть все условия, чтобы они росли. Редко было, чтобы там кто-то приходил вообще. Но мы все равно смотрели, как играл Анджи и на всех футболистов из Дагестана в то время, кто играл. И, конечно, хотелось оказаться на их месте. Обмен подарками. Осталось сделать памятное фото и подставить футболку для автографа. В следующий раз юные игроки будут ждать Шапи уже на поле, чтобы провести с ним совместную тренировку. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Я напомню, что смотрите наши выпуски вы можете на официальном сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова